Что еще может случиться с нашей информацией? Потеряться. Потеряться. А если это флешка? Она будет утеряна. Утеряна физически? Морально. Морально, нормально. Физическая потеря, но это, конечно, вещь неприятная, но решается путем резервного копирования. Ну, скажем так, если я забуду где-нибудь этот ноутбук вместе с внешним винчестером флешки в кармане, будет неприятно, но не более того. Почему флешка в кармане? Ну, потому что она всегда в кармане. Поэтому, если все это забудет, то она будет лежать в кармане. Ну, одновременно их потерять сложно. Я не прикладываю флешку в сумку для ноутбук, чтобы не потерять все сразу. Что еще может случиться? Можете случайно сами удалить, а потом рвать на себе волосы. Короче, что? Мы можем удалить информацию сами. Ошибочное удаление. Самое разное. В том, что самое плохое, что самое плохое, в горячую руку стираем то же самое из архива. И что делать? Все. И мова. Делать бэкап-бэкап. Кто будет сторожить сторожей? Всконечная цепочка. В зависимости от того, насколько вы разозлились, перед тем, как вы начали стирать? Так. Бэкап-бэкап. Недоступным для изменения. Ток чтения, допустим. Ну, предположим, серьезной организацией это можно организовать. Тем, чтобы это контролировали разные люди. Это уже самое плохое. Ну, или дома, допустим. А дома как вы это сделаете? Сами себя будете заширывать, плоды? Да. Не бери флешку и не стирай с ней. Это еще предупреждение. Еще одно. Еще одно китайское предупреждение. Да. Хорошо. Все это не помогло. Вы были в очень расстроенном настроении. И все-таки все громко. Что делать? Не остановить. Как? 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 Существует программа, использующая одну фитрую особенность всех файловых систем. Удаление файлов из диска, это не то, что там приходит гвастик и методично вытирает тот побитого. Все единички на нолике. На самом деле, здесь хитрее удаление, чуть позже. А потом все. Да что? Это ерунда. Вот. Любые нолики. Вы пробовали программы, как и какие-то данные на диске. Вы их не стерли. Вы затерли таблица размещения файлов, информацию о том, что какие-то там кластеры заняты. Причем чаще всего задирается просто адрес первого кластера. Физически, то, что было на диске, осталось. То, что было на диске, оно никуда не девается. до того момента, А может что-нибудь на видео запишем? Пока вы на считающееся свободное место и на какие-то что-нибудь еще. К сожалению, если вы пользуетесь системой Windows, то очень много пишет на диск. По делу, без дела. Мусор. 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 То есть, даже если у вас там стоит крутая версия Windows с 32 гигабайтным памятником, ваша программа занимает там 8, загруженная. Вроде несколько полна, но если вы этими программами не пользуетесь, Windows все равно пытается вылить их файл подкачивать, освободить оперативную память. Зачем? Не знаю. Так бывает, что этот механизм... Он на любой диск скидывает, или на котором поставлена система? Сейчас. Полагаю, что этот механизм просто тянется с ранних версий Windows к освобождению максимальной памяти. С тех пор его просто никто не трогал. А быстро его поменять? Ну, нельзя его как-нибудь поменять? Можно сделать работу без файла подкачки. Без файла подкачки. Это резко ускоряет работу, конечно. То есть, машина начинает летать. Ну, тогда может кончиться 32 ГБ. 32 ГБ кончится очень вряд ли. Я сомневаюсь, что вы сумеете, что в домашних условиях, что в условиях какой-то рабочей станции реально загрузить 32 ГБ туда. У меня только дом 8. У меня 8. 8? Можно. 8 можно. Вот у этого как бы ноутбука. 3? 1. 1 ГБ памяти, из которых еще сколько-то 1 ГБ выкусывается на видео. Это очень странный пилот. Соответственно, он будет очень здорово тереть диск. Куда пишет? То есть, на нем, скорее всего, будет невероятно восстановить, если что-то удалили. Вопрос. Что можно сделать для повышения вероятности восстановления? Ничего не записать, ничего не записывать на диск. Мгновенно выключить компьютер. Если вы осознали, что вы натворили беду, вы сразу включаете компьютер. Сразу из розетки? В некоторых случаях даже так. Потому что пока он там будет. В некоторых случаях даже так. Потом, потом лучше всего извлечь из него жесткий диск. Почему? Потому что в процессе загрузки все равно там что-то пишется. Присоедините его к другому компьютеру. И который на него радуется что-нибудь запишет. Зачем? На чужой диск он не будет лучше писать. На котором уже будет запущена программа восстановления, которая будет отсюда вытаскивать данные. А если там хотя бы один повредился тоже все? Если есть секция. Физические повреждения что-то? Что-то в этом случае физического повреждения нет. 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 Если там уже что-то немножко записали. Если немножко записали, то это вопрос везения. Диск на самом деле очень большой. И вероятность того, что закроется именно то, что вам надо спасать. он как-то записывает мне нравится вот это любое место диска и туда записывает. Ближайшие практически к положению долог. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. протянула всю вот эту цепочку. Замечательно. Но ведь адреса вот этих вот кластеров они могут быть разные. Один может быть у нас здесь, второй здесь, а третий с рукопкой был. Третий здесь. в худшем случае, если мы работаем с большим массивом, они вообще могут находиться на разных дисках. Физически. Тут тоже интересный момент. Куда пишут подкачки система Windows. Куда, куда и вели. По умолчению это тот диск, на котором установлена система. Корень диска. А, там есть файл подцепки, там, в каком-то формате. тут фейнш файл. Это вот он есть. По умолчению. На самом деле, с точки зрения оптимизации быстродействия, полезно, если у вас есть парочка дисков. Прямо только на них писать? Так? Нет, смотри. У нас здесь Windows, у нас здесь Program Files и все ваши программы. Этот диск мы используем достаточно активно и без сложно. Так? У нас есть еще одна нагрузка в виде работы с виртуальной пайлом, обращение диска. В чем преимущество RAID Massive? В том, что одновременно работает несколько шпинделей. Правильно? Мы загружаем в пайлом подкачки второй физический привод. Физический, не логический. И в этом случае мы получаем распараллеливание нагрузки. Мы можем одновременно работать с этим диском, подсчитывая программу, что-то они пишут, а виртуальный пайл работает вот с этим диском. С точки зрения быстродействия это лучше. Помните, мы говорили про ресурс вертофильных накопителей? Угу, гораздо меньше. Вот это тоже полезно, если здесь у нас стоит SSD. Хотя, конечно, если файл подкачки и вынести SSD, будет все очень круто. Но он, наверное, быстрый, что закончится, да? Ну, ресурсу необычный. Поэтому оптимальный вариант с точки зрения быстродействия надо создать плюс очень много памяти. Когда мы с чистой совести вообще отключаем подкачку, если вам, скажем, держит 32 гигабайта, вообще получаем почти мгновенное чтение, никаких паразитных нагрузок. А потом в раз окончается усилие. 32 гигабайта? Нет, SSD. SSD. Если вы с него только посчитаете, то новый рак закончится не должно. Ну, для долговременного хранения, там, фильмы и все-все, они небольшие SSD. Для долговременного хранения, там, ну, можно повесить еще, там, на 3 терабайта. Инчестер. Или же от фильма. Вольно хорошо. Поэтому быстродействие уже никак не влияет. Ошибочное удаление. Что про него сказать еще можно. А еще это, там же, в Windows сейчас есть корзина, которая, ну, если обычный спиртник удалить. Ну, корзина это даже не вот, чтобы настоящий удалить. Ну, не, я и говорю, что это не настоящий удалитель. Там запаковывает как-то, да? Нет, просто помечается, что файл хранится в каталоге в рисайку. Он просто переносится в тот каталог. Ну, это совсем не честно. Ну, это так. Он просто переносится в скрытый каталог в рисайку. Просто адресация каталога. Не более того. А там тоже можно удалить? Ну? Это обычное удаление из обычного каталога. Куда потом он приехал? А вот потом он уже уходит, после очистки корзины. Вот до очистки корзины мы его просто переносим под момент очистки корзины Вот, очистить корзину Если мы хотим удалить файл, то мы еще удаляем в корзину Можно нажать кнопочку shift при удалении Она не помещается в корзину Сразу и туда Вообще кнопочка shift достаточно интересная Там еще что-то еще То ли при загрузке? Да, нажатая кнопка shift включает авторан При установке сменного носителя Это что? Ну автозапуск А там еще довольно много Ну да, но в основном включает запуск По сменному носителю Если вы открыли диск Если вы открыли диск Вставили диск Там вы назоверили авторан защиты авторских прав Зажимаете кнопочку shift вставляете Ждете пока расстроится Получаете диск как он есть Бывает назовер Если сейчас зажимать Выберите действие с диском Вот эта кошка может не появляться Это может появиться, но не вылезет авторан За запуском президент Хорошо